Да. Приветствую, дорогой Володя. Аршинов наш главный научный сотрудник Института философии Российской Академии Образования. Правильно я всё? Наук. Нет, Российская Академия Наук. Вот хорошо, хорошо, хорошо. Наук. Вот это очень важно. Да. Поэтому, Володя, дорогой мой, мы с тобой знакомы и дружим уже более 30 лет, я так понимаю. Поэтому очень важно мне понять, наконец, что такое 2.0 в твоей философии. Что ты имел в виду? Ну, хорошо. Я тебе начну от понятных. Когда мы с тобой познакомились, там, по-моему, нас свёл с тобой Сергей Абачев. Помнишь такого? Да, 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 очень хорошо. Да, да, он сейчас где-то там глухой на пенсии и так далее. Ну, отдельный разговор. За что я ему, конечно, благодарен. Он тогда как раз меня навёжил. Привет ему, если чего. Да, 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 конечно. Он занимался, я сразу говорю, он занимался синергетикой. С синергетикой. И потом он, значит, сказал, вот Хаса Алиев как раз применяет синергетику для своих, так сказать, этих самых и так далее. Методик, да. Ну, честно говоря, я потом, когда я познакомился, я сейчас по поводу, значит, 2-0, вот я тебе, значит, хотя хочу сказать, почему 2-0 и почему здесь цифра 2. Значит, по существу, когда я с тобой познакомился, вот в том, значит, 90-е годы, да, они для меня не лихие вовсе были, ну, переломные, ну, и так далее. Окунаюсь туда. Значит, по существу я рассматривал тебя и вот все твои тексты по поводу саморегуляции как кибернетический, киберсинергетический подход, вот, значит, к телесности человека. Теперь слушай, значит, вот слушай, как я сейчас, почему я вдохновлён, вот новый, я сразу перескочу через эти 30 лет, значит, я занимался проблемой в этой синергетике. Для меня важная проблема была, значит, ну, это отклантывая, это проблема наблюдателя. Что такое наблюдатель, я сейчас не буду, значит, долго, у нас, время у нас сколько с тобой общения? Ну, полчаса точно есть. Ну, полчаса, ну, да, чтобы разбежать, значит, с одной стороны, чтобы те, кто будет смотреть, им было это понятно, что наблюдатель – это центральный, значит, наблюдатель – это активный агент-посредник между тем, что в философии называется субъектом и объектом. Значит, наблюдатель квантовой механики, он как бы наблюдатель, важно обратить внимание, что наблюдатель – это, значит, не внешний, который вот со стороны наблюдает, так сказать, а он находится внутри, как бы, этой наблюдаемой системы. Ну, хитрость состоит в том, что он, с одной стороны, вот, как ты показывал, он находится, значит, я долго размышлял, значит, что значит, что он внутри находится. Если он внутри, то он, как он может наблюдать внутри, значит, здесь проблемы очень деликатные. Вот. Ключ открылся, значит, вот, значит, в том, что называется кибернетика второго порядка. Кибернетика второго порядка работает с наблюдателем, который наблюдатель, она работает с внутренним наблюдателем, который находится на границе. Понимаешь, вот я сейчас к твоей, значит, то есть то, что ты сейчас развиваешь, вот твоя, значит, эта психосоматическая регуляция, как ты, значит, это для меня, значит, вот то, что называется в рамках семиотически осмысленной кибернетики 2.0. Вот откуда 2.0 берется? Кибернетика второго порядка. Что работает кибернетика, значит, второго порядка? Она включает в рассмотрение телесность человека, тело человека, как набор, вот, значит, как умное тело человека, как, значит, некоторый конгломерат, значит, кибернетический систем. Вообще тело человека, как и для того, чтобы, то есть мы не из атомов молекул состоим, ну, вообще, конечно, из атомов молекул, но мы находимся в контакте со средой, прежде всего, нас природа наделила, значит, мудрость нашего тела состоит в том, что наше тело является не просто гомеостатической системой, вот, а то, что вот то, что ты говоришь, что, так сказать, креативной системой, то есть наше тело, мы не только находимся в гомеостате, мы наделены от природы еще способностью как-то реагировать, осваивать окружающую среду, контактировать с окружающей средой, вот, то, что называется творческие. Вот, и здесь, значит, важный момент, я хочу сказать, что очень важный момент для меня, это наблюдение, значит, что, значит, вот, кибер, значит, наблюдатель для меня, наблюдатель сложности. Мое тело – это сложная, сложно организованная киберсемиотическая система, и я, значит, ну, вот я прожил со своим телом, оно тело меня обслужило, меня обслужило, потом начало это тело, дает кое-где сбои и так далее, и так далее. Я должен научиться наблюдать свое тело, то есть наблюдать осознанно, понимаешь, вот как вот, то, что ты чему учишь, как я вижу, это осознаваемое наблюдение, осознаваемое наблюдение самого себя. То есть это нужно, значит, я должен войти в контакт с самой собой, то есть вот моя жизнь, она, меня как бы получается так, что у меня там голова отдельная, я вот здесь живу, вот на фоне этих тревог, значит, а тело само по себе, тело само по себе. Значит, надо вернуться в свое тело и научиться наблюдать не только Вселенную, но наблюдать самого себя. Но наблюдение, значит, второго, вот это наблюдение, это осознаваемое наблюдение. Я когда осознаю, что вот, значит, осознаю себя, причем здесь очень важный момент с твоей же философией, то есть по существу твой ключ к себе – это применение кибернетики второго порядка, значит, ну вот к, значит, движению к самому себе, то есть я должен найти контакт с самим собой. Вот когда ты, значит, все эти привозишь, вот я сейчас сегодня делал, я пришел в хорошем настроении, я вот делал, вот ты, значит, вот свой. Я должен каждый раз находить контакт с самим собой. Отлично, 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 вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, не насильная, не насильная, потому что у нас же много там участников в школе, иногда есть такие подростки, которые сразу не понимают, о чем речь идет. Они медитацией занимались раньше, они пытались насильно себя куда-то загонять, но ни одной духовной практики, я всегда говорю, нельзя делать насильно над собой, это все должно быть естественно, органично и так далее. Вот то, что ты сейчас показал и сказал, каждый раз искать контакт с собой, не загонять себя куда-то в шаблон. Да, 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 да. Вот, и этот контакт, он, понимаешь, в чем дело, значит, этот контакт связан с тем, что вот, во-первых, с самонаблюдением, уметь наблюдать себя, уметь наблюдать свои состояния. Но здесь очень важный момент, который, значит, вот, я надеюсь, значит, он у тебя присутствует, это наблюдать, значит, различать. Вот, если, значит, понимаешь, что такое наблюдение, вот наблюдатель это второго порядка возникает, значит, как различающий наблюдатель. Я должен различать, значит, вот твоя дыхательная гимнастика, да я должен различать, значит, в себе, я должен различать эти состояния и в этих различаниях научиться их повторять. Вот, я не знаю, замысловато как. Здесь очень важная вот эта, значит, идея синсомоторики, то есть вот это вот наблюдатель существует, существует, как бы, значит, то есть мое тело все состоит из микронаблюдения. Я вообще насыщен, природа меня насытила, я сам состою из маленьких наблюдателей, вот, понимаешь? Мне интересно, поэтому ты главный научный сотрудник Института философии Академии наук. Не случайно же люди становятся такими философами? Вот, ну, я должен как бы пробуждать вот твоя, 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 так сказать, как раз философия, научить, что я должен научиться заново. То есть, грубо говоря, вот, если мое тело в гомеостазе находится, да, значит, то эти наблюдатели, как бы, они спят. Я их должен пробуждать. Пробуждать свою, значит, печень, свои вот эти, особенно, значит, вот то, что касается вот этих, значит, вот меридианных точек и так далее. Это, по существу, точки входа в кибернетическую систему организма, как кибернетическую... Самоуправление, конечно. Да, это самоуправление. Я должен найти эти точки в организме, точки самоуправления. И, значит, вот то, что ты говоришь, вот я, значит, нажимаю, вот я контактирую сам с собой, я ощупываю сам себя. Ну, я могу это делать сознательно, бессознательно. Так вот, и когда я там нажимаю на эти точки, я повторяю, должен познавать. Я их, как бы... И здесь очень важный момент для тебя, надеюсь, будет интересен обязательно. Это, значит, как это соединяется, вот эта идиомоторика по существу. Как, да, 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 да. Значит, я вхожу в это состояние нулевого. Но я себя в этом трансе, здесь очень важно, я, как бы, наблюдаю сам себя. Вот я вижу, я отпустил свои руки. Вот там, значит, у тебя был кто-то, я сегодня смотрел, значит, что вот эта рука как бы не моя. Тут не в этом дело. Моя рука, значит, она, ну, как тебе сказать, моя рука, когда анимеет, или, не дай бог, меня паралича свать, вот, когда она будет не моя. А так, как раз, рука, которую я освободил, это и есть моя рука. Да, 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 именно это твоя рука. Именно это моя рука. Поэтому и надо, поэтому и надо слова правильные, чтобы люди понимали. Потому что пишет, это не моя рука, имеется в виду не так, как обычно он обычно чувствует, а теперь чувствует по-другому. В этом смысле он раз и пишет, не моя, как бы, рука. Ну, да. Это же можно понять по-разному, поэтому, когда пишет, пусть подробнее, чтобы написали, что именно под этим имеется в виду. Чтобы люди понимали. Потому что люди думают, что все имеют такой же опыт, такие же ощущения, такое же понимание. И комменты пишут, полагая, что все понимают одинаково. На самом деле все понимают по-разному. Да, 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 да. Чтобы эффективное было общение, надо, чтобы все приходили к пониманию одних и тех же слов. У нас Роман Газенко этим как раз прихолингвистом. Да, да. Он этим занимается. Ты сейчас сказал, Володя, о том, что это и есть нейрокибернетическое и биологическое, и психосематическое. Семиотическое, знаковое. Здесь идея знака очень важна, понимаешь. Важно, когда я, значит, вот, что такое знак. Значит, то есть мой контакт, вот это, значит, означивание. То есть мое, то есть знак – это посредник между мной, и, значит, знак – это некое коммуникативное звено некоторое, так? И вот что важно, что эти знаки вот в этих кибернетических петлях, которые, значит, состоятся. Знак – это, вообще говоря, одновременно как-то интимно связано с памятью. Мы запоминаем в знаках. И вот когда я, значит, что важный момент, важный момент состоит в том, что это вот моя уже концепция, что знаки возникают вот в мое тактильное. Вот я прикасаюсь к столу, закрыв глаза. Значит, мое тело через там пальцы, неважно, я контактирую с чем-то другим. Я вот, я различаю, я контактирую сам с собой, я контактирую с чем-то другим. Это очень важное, важное развлечение. Но вот этот контакт между мной и чем-то другим, вот внутри, в этой вот интимной области, значит, возникает то, что называется знак. Но здесь очень важный момент, что этот знак, значит, это не физико-химическая какая-то. Это знак, который запускает память. То есть мое тело, я, закрыв глаза, вот касаюсь этого, да, и, значит, моя память говорит, что это стол. То есть, понимаешь, вот я могу касаться разных. То есть мое тело встречается, значит, как самим собой, у меня маленькие наблюдатели, наблюдатели внутри. И наблюдатели, я при этом, они должны быть каким-то образом наблюдением со внешней средой. То есть я должен вот при этом саморегуляции и так далее, вот все это, о чем ты говоришь, она существует эффективно тогда и только тогда, когда осуществляется контакт и с тем, что называется внешним, контакт с другим. Вот это любовь, то, что ты называешь, вот это любовь к внешнему миру. Это вот есть контакт, это и есть для меня, так сказать, ну, если угодно, не побоюсь, у нас тут мужская компания. Это некоторая сексуальная такая здесь, эротическая подоплека, значит, есть. Ну, вот такой эротизм, вот мы стесняемся в нашем словаре, этого нет, ну, как бы, так сказать, вы, но на самом деле это совокупление, соединение, значит... Ты имеешь в виду в философском смысле? Да, в философском смысле. Я это подчеркиваю, потому что у нас же, как вот, некоторые люди, которые не знают нашей школы, не знают традиции нашей школы, все понятия надо определять, сразу бросится сейчас пару человек и скажут, это вы что там, сексом занимаетесь, мужики? Имеется в виду философское, философское, базовые какие-то эмоциональные реакции в каких-то... Это философия эротизма. Ну, да, ну, здесь объединяется твоя, чем она хороша, значит, вот это, то есть, контакт с самим собой, чтобы найти контакт с самим собой, контакт с внешним миром, меня самого, это двоеденные вещи, понимаешь, я могу, пытаясь найти контакт с внешним, я могу потерять себя. Замыкаясь только на себе, я могу стать аутистом, эгоистом и, ну, и так далее, и так далее. Вот хитрость состоит в том, чтобы, значит, каким-то образом, и для этого нужен наблюдатель границы. Да, вот интересно ты говоришь. Вот смотри, я сегодня ночью как раз-таки вдруг поймал себя на том, что я во сне продолжаю думать. И при этом я понял, в этот момент осознал, что я продолжаю думать над проблемой, и вдруг я осознал, почему я в глубоком сне продолжаю об этом думать. То есть, именно там, в этих глубинах сна, оказывается, освобождение происходит при переработке этой проблемы в голове моей от страха комплексов, шаблонов мышления. И там на нуле через ноль пропускается проблема многократно в глубоком сне, причем я сплю. И там она фильтруется от страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов всяких, и вот этого присутствия эго-рефлексии. Там меня нету как наблюдателя. Я теперь там как наблюдатель, но другой наблюдатель, бесстрастный, бесстрастный. То есть, такой, как вечность, вот, наблюдает, ну, условно говоря, да. То есть, я вдруг понял, что мы продолжаем во снах перерабатывать материалы впечатлений, пропускать их через ноль. Я вдруг одновременно стал и наблюдателем собственного сна в этот момент. Да, да, да. Потому что неожиданно оттуда выскочил. Вот в этот момент сохранился. А потом я потерял вот это ощущение, потому что я уже пробудился, а я сейчас не могу даже это сформулировать. Насколько я понял тогда, насколько я осознал, что мы во сне продолжаем думать. Я понял, что такое думать в этот момент. Я осознал, что думать – это значит переобрабатывать впечатление дня, допустим, над чем я думал, уже в другой позиции бесстрастности. То есть, там, где нету меня, а там есть как раз-таки бесконечность. То есть, короче, думая о проблеме, ну, как бы в фокусе о вечном, через вечность, через призму вечности. То есть, как будто бы во мне Вселенная думает об этой проблеме, где меня нету. Ну, это очень интересно все. Это внешнее, да. Но тут Вселенную, ты понимаешь, тут важный момент отличает от расширения сознания, где я теряется и так далее. Я этой точки зрения не разделяю. Как раз твое я, то есть, вот это расширение, о котором ты говоришь, вот эта нулевая точка, которая для меня… Вот я сейчас… Правильно, правильно. Володя, мы скоро придем к пониманию, как правильно выразить это. Да. Потому что вся проблема в этом. Все этим занимаются, но просто в разные века по-разному это выражают. И вся наша премудрая заключается в том, чтобы доступнее до людей объяснить, что же это такое нулевое состояние. Ну вот, это нулевое, да. Вот концепция нулевого состояния очень, да, важна. И здесь понимаешь, в чем дело. Вот то, что ты говоришь, бесстрастность здесь, это не бесстрастность. Это не эмоция. Дело в том, что тут я бы с языком поработал. Это не бесстрастность. Это некоторая… Бесстрастность – это вроде лишенность эмоций. Нет, 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 там страстность есть и к истине. Там есть… Почему я об этом думаю во сне? Потому что мне очень хочется понять, как это там происходит. Ну да, да, да. В этом страстность есть. Но механизм обработки, он нулевой. То есть пропускание многократное через фильтр, отсеивание эмоциональных составляющих. Вот так вот. Это просто… Ну, это интересно. Это надо еще уметь выразить, а не умею еще. Нет, тут надо уметь выразить. Отсеивание какие-то разных. Понимаешь, эмоции-то разные бывают. Отсеивание… Ты же настаиваешь как раз на… Говоришь о эмоции растворенности. Эмоции вот этого. Это переживание. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот в философии есть понятие experience, опыт. Понятие опыта. Опыта глубокая. Опыт как проживание, как мое переживание. И я, значит, над своим опытом, когда размышляю, как я переживаю, значит, вот для того, чтобы свой опыт как переживание, да, действительно, я должен встать на какую-то позицию по отношению к своему опыту. Да, 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 конечно. Но сверхзадача с какой-то точки зрения ты это делаешь. Вот. И здесь твой нулевой, да. Это, может быть, я с своей семиотикой, я буду думать. Значит, здесь очень важно. Романа надо, Романа пригласить надо, потому что он интересную вещь одну сказал. Что каждое слово требует еще большего определения, а само определение требует определения, а само определение требует... Да. А есть момент, когда не требует определения, потому что сам корень слова. Ну, что-то он такое мне объяснял? Вот это надо у него спросить. Ну, да, он, наверное, есть понятие, собственно, значения. Вот это рекурсия, вот это повторение, вот это то, что мы двигаемся, да, в движении. Там возникает некоторое, так сказать, устойчивое состояние. Вот возникает некоторое устойчивое. Вот сам корень слова, вот как-то это связано. И вообще это нулевое, вот все эти, тут надо искать. Значит, значит, с одной стороны мы должны быть... Есть поток, поток переживаний. В этом потоке надо искать какие-то устойчивые точки. Причем здесь важный... Я вот сейчас уже тут импровизирую, значит. Важный момент, что, значит, вот твоя проблема. Вот застревание вот в этих напряжениях. Твоя, кстати, тут я отвлекусь, значит. Ты, наверное, знаешь методику этого самого. Вот когда от Фрейда, от психоанализа отсоединились, вот мудрость Лоуэн, там эти. Когда они решили, что надо исправляться не от давления, надо разговаривать не с своим подсознанием, бессознательным. То есть надо его разговаривать, надо снять. То есть бессознательный давит на нас как-то. То есть бессознательным аккумулируются страхи, там все такое прочее. Надо с ним разговаривать тоже. Вот Фрейд по существу, если он не так говорил. Ну, а подальше его последователи, там Лоуэн и прочее, они, значит, понимают, что все дело в нашем мышечном напряжении. У нас мозг и мышцы создают единую динамическую систему. Вот застревают наши мышцы, они застревают в каких-то состояниях. Надо их освободить, надо их расслабить. И это сюжетно, ты же человек универсальный, я знаю, начитанный. Ты же это наверняка слышал. Вот Маше Фельденкраис, там «Осознающее тело». Все прочие. Но в твоей методике она, вот я повторяю, опирается. Вот Маше Фельденкраис, кстати, там, значит, он же был физик сам, по-моему. Он говорил то же самое, просто немножко иначе. Вот дело в том, что из века в век говорят об одном и том же. Просто все доступнее и доступнее. Вот в этом-то вся суть. И каждый век требует нового языка. Потому что люди живут же в другой эпохе, в других ассоциациях. И вот каждый век требует нового осмысления и передачи, и слов там, и так далее. А суть-то одна и та же. Вообще, если посмотреть все методики йоговские, если так раскрыть. Они-то правильно все говорят. Только их понимают неправильно. Потому что, чтобы понять, что они там говорят, надо, во-первых, понять, что, когда человек задыхается от того, что у него уже не хватает дыхания, бежит там. И потом, когда достигает пика напряжения, и после пика напряжения переваливается, и открывается второе дыхание, бежит налегке. Надо же это объяснять. Потому что есть марафонский бег, когда он сразу в ритм бега входит и может бежать долго. А есть бег такой, когда он не вошел в ритм, и тогда у него напряжение растет, и переходит точку напряжения, и потом облегчение. Это же надо объяснять. И человек на самом деле, как ты вначале сказал, его тело, его не отвлекает думать. Только пока ему не больно. Как только больно, например, пятка заболела, сразу человек начинает чувствовать, что пятка есть. А так он думает, думает, пока не встретит какую-то трагедию. Тогда у него напряжение тела возникает, потому что тело мобилизуется, пытается ему помочь. Еще андреналовый комплекс включается, но при этом немножко застревает, вот то, что ты сейчас говоришь. И держит в зацикленном состоянии. Потому что есть обратные связи, о которых ты говоришь, кибернетика между нашим мышлением и нашими слоистыми напряжениями, застывшими в организме. Потому что наши переживания приводят к определенным взаимоотношениям внутренних систем в организме. И где-то происходит некое застревание, оттуда и происходят болезни. И поэтому цигун, и китайская иглотерапия, и массаж, и все вот, а мы занимаемся с точки зрения из головы, как говорится, гармонизировать, снять лишние напряжения, освободить тело и сознание от блоков. Это то, что Станиславский говорил, нервно-мышленный зажим. Ну да, 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 совершенно верно. Но здесь и обратно. И вот то, что ты говорил о власти образов, я просто по поводу семиотики скажу пару слов, что согласно Пирсу, значит, мы наблюдаем себя с помощью, вообще мы наблюдаем с помощью знаков. Знаки, вот то, что... Другое дело, что знаки, как строительные леса, они потом как бы исчезают. Ну вот я, значит, повторяю, вот я читаю текст, да, там знаки, значки, там кирильцы и прочее, прочее. Эти знаки, они или там пробелы и так далее, я общаюсь с текстом. Но я текста самого, букв-то, я их как бы не вижу, они как бы уплывают, я вижу смысл. Я читаю, вообще тайну, вот человек читает. Вот так вот, да, значит, вот. Но вы убери эти знаки, и, значит, он не сможет это вот читать, так сказать. Если мы там ясновидение телепатии уберем в сторону, значит, нужны средства. Вот. И здесь очень важный момент, вот почему, значит, вся эта философия, значит, она опирается, она релятивно, она акцентирует внимание на средствах, на средствах, которые, ну, не средства, палка, которые меня связывают. Вот есть, ну, топор, который рубит вот этот инструмент, да. Ну, есть еще палка тоже, инструмент, который связывает меня, слепого связывает, так сказать, с этим. Вот это средства. Так вот, это, значит, знаки, это средства, которые меня связывают. И вот здесь, значит, согласно Пирсу, которым я вот, американский прагматик, значит, знаки, есть знаки такие, значит, индексы, иконы и символы. Вот ты говорил о власти воображения. Поэтому ты, когда с твоей же философией это связывается и укладывается в твою, так сказать, вот. Вначале я удивлялся, как же так. А как же, а вот воображение. Воображение, мое воображение, это система, это знаков. Я, значит, что-то представляю. Я, вот, значит, для меня, например, символом там речка, природа, значит, журчит. Вот я на просторе природы, это для меня знак, вообще говоря. Этот образ, вот этот образ, как икона, значит, она на меня знак, и этот знак запускает во мне, значит, некое состояние. Я могу, значит, обратить, то есть это вот такая реверсивная ситуация, такая циклическая. И она запускается, значит, во мне состояние. Поэтому вот эта образная терапия, значит, образами и так далее, она укладывается, она также как бы часть вот этой вот психосоматики. Да, 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 конечно. Все зависит от того, какой вход в данном случае открыт. Да, да. Какой вход открыт. Потому что я сейчас помню, был академик Углов, а у него были последователи. Я помню, когда я в «Звездном» делал работу, у меня Колесников Геннадий Михайлович привез к одному парню в Москве. Который был последователем академика Углова. И он этот парень лечил всех. Лечил всех определенным методом болевой терапии. Это представь себе, когда у человека какие-то болезни, ну, там целая очередь толпа там стояла. Мы пришли к нему, Колесников с ним договорился, мы пришли там приватно побеседовать. Я его спрашиваю, на чем эта суть основана твоей болевой терапии. Но он называл ее по-другому как-то. Просто я сейчас объясняю так, своими словами. Он сказал, вот смотри, у вас что-то есть там не в порядке в организме? Я говорю, есть. Ну, смотрите, секунду. И он взял мне по духам. А там есть точка Эфен. Эфен точка называется, по духам. Ну, вот там вот это место. Ну, вот. И он взял неожиданно для меня, как нажмет, а там очень болезненно. Там очень болезненно. Как нажмет, буквально секунды две. И он, и все. И говорит, теперь у тебя все наладится в организме. Я сначала не понял. Вот прошли годы, я понял. Оказывается, у меня там в силу каких-то обстоятельств жизненных, недосыпаний, досыпаний, впечатлений, напряжений, слоистым образом каким-то неправильно где-то в организме произошли какие-то взаимодействия и оцепенели в этом положении, условно говоря. И не дает мне нормально себя чувствовать. А он создал вторую доминанту конкурирующую. Он болевым образом создал в мозге конкурирующую доминанту, теперь мозг распределяет энергию уже по-другому. И эти места начинают освобождаться. Понимаешь, как интересно? Да, да, да. Поэтому я это понял, что надо конкурирующую доминанту создавать. Почему? Потому что одно из агрегатных состояний из четырех является состояние бодрствования. Там конкуренция доминанта, которые позволяют нам принимать решения. Потому что ни одна из них не является ведущей. И нам позволяют мыслить, сравнивать. Вот то, что ты говоришь, наблюдатель и прочее, быть объектом наблюдения, субъектом и прочее. Вот это все. Состояние бодрствования. А транс – это когда только одна доминанта. А он вот создал вторую доминанту. То есть, по существу, все психосоматические больные, они в трансе находятся. То есть, их болезни – это психосоматика, это нарушение вот этого равновесия. И он создал конкурирующую доминанту, и там начинают все эти напряжения неправильные перераспределяться. Да, я потом в течение полутора месяцев действительно сначала пока боль ушла, а потом я почувствовал, что я как-то стал легче себя чувствовать. Но никому не рекомендую этого делать. Вы же не последователь академика Углова. На всякий случай. Я в шутку говорю. Ну, на самом деле, это же надо знать, как делать. Ну, я-то придумал потом вот это. Когда страх, например, охватит человека, что если он создает конкурирующую доминанту, потому что страх – это транс, стресс – это транс, психосоматические нарушения – это транс. Чтобы выйти из транса на нормальное состояние бодрствования, нужно не монодоминантную систему, а нужно полидоминантную систему, чтобы симфония была. Ну, погоди, тогда вот у меня такой вопрос возникает. Помнишь, ты меня, когда мы впервые встретились с тобой, я хорошо помню, ты мне сказал, вот подними так руки, да? Да. Подержи их, потом, значит, отпусти, а потом, значит, они у тебя подул, они у тебя начнут всплывать. Да. И эту фразу я на всю жизнь ее запомнил. Ты сказал, ну, вот ты теперь в состоянии транса. Ну, да, но я так тогда сказал в том смысле, что я не изучал глубоко, как сказать правильно. Просто я имел в виду, ты теперь в другом, в измененном состоянии. Ну, наоборот, ты был как раз-таки в правильном состоянии. А до этого был в измененном состоянии. Просто я тогда, ну, столько лет назад, я не мог это объяснить правильно. Потому что есть люди, которые в обычном состоянии, то есть обычное состояние у нас-то ненормальное. Вот оно в чем дело. Люди думают, что они в обычном состоянии, в нормальности находятся. А чего же они тогда болеют? Позже вопрос. Они болеют, потому что они в трансе, надо выходить оттуда из транса. И вот ключ это как раз-таки, когда мы перебираем разные действия и разные точки, и разные дыхательные практики, и перебираем движения, то по существу мы в мозге осуществляем некий наблюдатель, создаем, который, перебирая это все, приходит, наконец, к действию, которое синхронно текущему состоянию, снимается лишнее напряжение, и человек выскакивает из транса в состояние бодрствования. Многодоминантную систему. Я, наверное, сейчас неправильно... Нет, ну вот я насчет... Меня смущает многодоминантную. Я хочу, понимаешь, для меня вот это еще, чтобы завершить сюжет с наблюдателем, о котором я там говорил, наблюдатель... Очень важный момент, что эти наблюдатели, которых... Их много. Вот то, что может быть своей мультидоминантностью. И эти наблюдатели, вообще говоря, значит, они сетевую, имеют сетевую природу. Вот как экторно, как нейросети современные. Вот я тут с айтишниками работаю, вот пытаюсь... Они, которые искусственные, обучают нейросети. Ну, знаешь, это сейчас модное вот такое, значит, вот обучают нейросети, распознаванию и так далее, и так далее. Так вот, значит, я им говорю, что вот этот наблюдатель... Надо этот наблюдатель этого в нейросеть туда найти там, поместить, значит, чтобы нейросеть стала живой. В ней надо, значит, нужно... В ней надо разместить наблюдателей. Вот. Для этого он должен сделать перебор приемов, буквально, как примерка, ботинок по размеру. И сам процесс перебора разных приемов развивает как раз-таки вот этого наблюдателя, который... Сам процесс... Ну, вот они... Но наблюдатель, он распределенный. Еще он не локальный, тут еще важный... Вот я тоже как связать, значит, дело в том, что наблюдатель, он наблюдает, и он должен наделен быть способностью коммуницировать, сообщать. То есть он должен... Вот это из физики берется. Пример, как Бор Великий говорил, эксперимент... Что такое эксперимент в физике? Это то, что мы... Вот кто-то что-то наблюдал с помощью приборов там и так далее. Потом он что-то, это наблюдение, значит, осознал, и у него должны быть средства для сообщения и к другому. То есть вот контакт с другим здесь очень важен. Это мы говорили с Романом о том, что то, что человеку не показали, не сказали, он не замечает. Да, 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 да. Это как раз таки вот передача, да, конечно, коммуникация. Надо показать, потому что мы видим только то, что мы уже понимаем. Да. Ну, что мы знаем. А что, у нас есть слова, там, знаки и так далее. Да. Если есть слово, я могу назвать и это вот. Поэтому для меня восприятие, наблюдение и коммуникация это переплет, вещи переплетенные как бы между собой. Я думаю, с тобой у нас, Володя, не то, что 30 лет, я думаю, еще 30 лет мы должны с тобой обсуждать эту тему, пока, наконец, мы не найдем слова, чтобы правильно вот это ощущение, которое у нас есть, как это объяснить, понять самим себе, сформулировать и понять, сформулировать всем, и тогда будет рай на планете. Да, потому что это очень сложный момент, это же момент взаимодействия сознания, подсознания организма и социума. Да, 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 ты точно уловил, да. Вот это, вот это, вот этот момент, их-то, социума, значит, между ними должны быть контакты, то есть, они должны различать, не растворяться друг с другом, не покоряться друг другу, они должны каким-то образом различаться, и, но эти различания не должны быть крепостными стенами. А я тебе скажу, поэтому есть слова тоже, и музыка тоже, и картины тоже, и танец тоже, и жесты тоже, и много чего есть, что помогает в цивилизации, в культуре. Есть еще момент такой, когда человек выходит на самое себя, это состояние творца, это состояние абсолютной безмятежности, абсолютное отсутствие страха, абсолютная уверенность, абсолютная, да там вообще безусловная уверенность, состояние творца, ну как творец может в чем-то сомневаться, ты представляешь вот это состояние нуля, когда он на него выходит, именно в этом состоянии люди делают изобретение, именно этому учат изобретатель выдающийся, он учит своих учеников научись выходить на состояние абсолютной уверенности, что ты решишь любую задачу, и когда тот человек, решая какую-то неподъемную задачу, находит себе уверенность, не обманывает себя, а находит себе эту уверенность, она как раз лежит между сном и бодрствованием, это как раз таки, я могу этому более успешно учить, тот изобретатель учит по своему опыту, по наитию слов, а я обучаю, еще знаю, какие приемы приложить, как инструменты предложить, потому что я понял, о чем он говорит, но вот это вот событие, когда ты абсолютно уверен, что задача решаемая, открывает затворы мозга, условно говоря, и находятся ресурсы для ее решения, а пока ты не сомневаешься, что ты решишь этот вопрос, у тебя там барьер, психологический барьер, поэтому, чтобы снять психологический барьер для решения какой-либо проблемы, любой, здоровье, теоретическая задача, математическая, музыкальная, неважно, для этого существует раскрепощение, поэтому это, в принципе, одно и то же, везде, просто мы, к сожалению, забываем, что когда у нас есть какая-то проблема, которую мы не знаем как решить, мы забываем, что мы это можем сделать, мы забываем, что при этом надо применить именно вот эти вот методики, как ты показывал вот здесь, попробовать, сейчас держу, видишь, слушаю тебя, и вот, да, 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 попробовать это, это, перебрать эти варианты, потом сидишь, елки-палки, да вот же она как решается, и приходит наите, потому что ты снял ограничители, ограничивающие вещи, вот это, страх, авторитеты, и там, по-моему, кто-то говорил у тебя в книге, которую ты редактировал, «Уроки мудрости», кто-то говорил, вот опыт передать трудно, там была статья какая-то, «Голос опыта» называлась, очень-очень интересно, да, очень интересно. здесь еще, если у нас есть время закоснуться, вот ты с кем-то беседовал по поводу фона, очень важный для того, что ты говоришь, вот тут тоже концепция фона, тревожный фон, тревожный фон, да, тревожный фон, с которым ты контактируешь невольно все время, из него извлекаешь вот эти фигуры, то есть, контакт, то есть, вопрос, фон, это как бы такая вот та среда, которую ты сам создал, или она возникла там вследствие, значит, и так далее, вот важный момент для меня и моей вот этой наблюдательной сложности, очень важный момент вот это фон, изменение фона, как мне изменить фон? Это тот самый белый шум, только негативно окрашенный, да? Да, да, да. У меня тоже тревожность в детстве, я думаю, вот этот уровень тревожности, он у всех есть, только иногда мы забываем, забываем, когда мы занимаемся любимым делом, потому что там есть полная синхронизация между действиями и твоим текущим состоянием соответствия, и нет лишнего напряжения, да, вот когда ты уже один на один остаешься самим собой, ну, любой человек, я имею в виду, когда нет любимого тела, когда кто-то его загрузил какими-то там неприятностями, я вот в последнее время знаешь, что нашел? Я забываю, что очень важно, иногда просто, иногда просто нужно помнить, не только вот эти приемы там разные, и что их перебор имеет значение, надо иногда помнить, и это забывается, что когда тебе плохо, возьми ты, включи себе интернет, и нагрузи с положительными эмоциями, смотри только приятные музыку, фильмы, смотри, ну, 5-10 минут, я вот включаю иногда музыку такую потрясающую, я забыл уже, как у меня рука болит, как спина болит, мне девочка одна, которая постоянно тревожные моменты испытывает, она как в храм пойдет, вернется, потом у нее галлюцинации, или там она соседку наслушается, или она потом почитает всякие диагнозы в интернете, у нее этот тревожный фон сразу вырастает, вплоть до всяких, ночью она спит, а ей кто-то ей нашептывает, все равно ты там умрешь там или еще что-то. Я ей сказал, вместо накопления негативных эмоций, копи позитивные, копи позитивные, возьми этот вечер, потрудись, две-три минуты просто возьми, включи свой компьютер, не слушай там, как твои диагнозы называются, потому что она все время, как студент, болеет всеми болезнями, которые прочитает в учебнике, понимаешь? А ты послушай, как дети поют, как ангелы, это просто потрясающе, как дети поют, у меня иногда с тоже умилением возникает, там как женщины поют, как они говорят, там вообще хоры интересные, как танцуют, я посмотрел, я некоторое время вот смотрю, одесские анекдоты слушаю, слушай, это потрясающие анекдоты бывают, я уже забыл, я пять минут буквально немножко привел себя в порядок, потому что я посмотрел позитивный момент, позитивный момент, а когда мне позитивный момент со мной не резонирует, потому что мне очень плохо, очень плохо, тогда я начинаю вспоминать вот эти вещи, и я создаю вторую доминанту, и выхожу из этого транса негативного, потом я уже могу и то, и другое, и третье, я вот сейчас не знаю, я когда с тобой разговариваю, я одновременно с ощущением, что я для всех должен это сказать, потому что нас же смотрит много людей, а меня-то смотрят не только с точки зрения философии, меня смотрят с точки зрения методик, и поэтому я одновременно пытаюсь до людей, которые страхи испытывают, достучаться, чтобы им показать еще раз, понимаешь? Да, 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 да. И уши разминать надо, конечно, да. Володя, фоновую тревожность, она, безусловно, у всех бывает, она как раз нам напоминает, что мы существуем. Ну, это верно, да, 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 главное, чтобы она не за... чтобы она не давила из этой тревожности. Я ведь как, вот я гештальтист в этом смысле, когда у нас есть фигура фон. Вот, ну, ты вот видишь старую женщину, молодую женщину, знаешь, это вот... Да, да, картинка. По существу у тебя может быть молодая женщина, значит, на фоне старой женщины, старой женщины на фоне. То есть, это активный фон, фон не безразличный, значит, вообще фон крайне важный, фон активен. И вот, и поэтому мы должны этот фон как бы отрефлексировать, на каком фоне, значит, из какого фона наши фигуры возникают. Я вот эту интеракцию очень важна. Фон, это как бы такая среда, вот я весь, значит, и я с ним взаимодействую, и у меня взаимодействие с этим фоном, с одной стороны, может стимулировать мою творческую активность, ну, тревогу, я конвертирую ее, когда вот этот гештальт возникает, он как бы, ну, ты знаешь эту всю философию гештальта, там тоже возникает снятие напряжения, там они тоже какими-то вот такими, значит, то есть, я осознал, и мне стало, мне от этого осознавания стало легче. Вот. Ну, это же, да, 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 это как раз-таки инсайт, когда происходит, есть разгрузка направления решаемой проблемой, конечно, это разгрузка происходит, конечно, легче становится, но в этом-то все и дело, что ты настроен, как ученый, на решение каких-то вопросов, и там, когда ты решил какой-то вопрос, когда ты что-то понял, тебе раз, легче, ну, это я даже могу сказать языком, который мы сейчас употребили немножко, сексуальным языком, что это эротизм тоже. Такой, как будто ты женщину удовлетворил, извините меня, пожалуйста. А мне один штангист сказал, я его, когда посадил на велосипед, он крутил, крутил велосипед, после того, как делал идиомоторные приемы, он больше крутил велосипед, а потом он встал и сказал, да, такое состояние, как будто женщину удовлетворил. То есть, есть критерии, есть критерии, мыслитель, мыслитель, получает такой же кайф, когда он понимает какое-то, как решение какого-то вопроса, как другой получает кайф, когда он обнимается. Ну, а почему? Это же универсальные механизмы, это же фрейгизм с другой стороны. Ну, да. Мое слово было, вот, и прав, и не прав. Это же пиковый опыт, он говорил. Это опыт озарения, это пиковый опыт. А, значит, там есть какие-то базовые, значит, ГЭЦИ тогда удовлетворяются. Так вот, этот пиковый опыт, он действительно, ну, как бы, я в данном случае не мыслю в тени иерархии, что вот он там, мыслитель опыт, он выше, чем, так сказать, чем-то выше, чем-то, ну, превосходнее, чем другие телесные виды опытов. Я вот против поля, что тут есть такая низменная, то есть, тут еще в этой философии важно, что мы переходим от иерархического мышления к сетевому. То есть, у нас, мы не говорим там выше, ниже, сверху, хотя это все работает. Это надо определять каждый раз понятие, чем наука хороша от эзотерики, чем хороша. Тут есть критерии определенные, ты определяешь понятие, например, что означает вот это, и определяешь понятие, потом заключение, выводы там и так далее, ну, то есть, в определенной теме, примеры проводятся, эксперимент производится, подтверждение, ну, то есть, по существу, это помогает нам действительно создавать самолеты. Когда эзотерики, там есть много хорошего и много там смешанного, непонятно где чего, а сейчас люди смешивают науку, религию и так далее, все смешивают, потому что сейчас момент турбуленции, точка бифуркации, потому что мы переходим на цифровизацию, а это как любой переход, создает определенные неизвестности, заполнение этой неизвестности происходит после, в эпоху всегда это происходит, и люди, кто во что гораздо, и вот тогда, вот, когда Великая Отечественная война кончилась, или еще что-то было, там же юнгом стали увлекаться, там были люди, которые увлеклись, и начали опять спиритизмом заниматься, тарелочки крутить, месмеризмом заниматься, телепатией заниматься, ну, и сейчас тоже начинается вот это вот, когда берут космогонические теории, механически присваивают каким-то конкретным вещам, ну, конечно, все в мире взаимосвязано, это не отключает того, что надо трезвым уметь. Ну, хорошо, ладно, слушай, мировый холодильник у меня пустой. Молодец, напомнил, что, напомнил, доминанта желудка, да? Что нет, что у меня до 11 магазин работает. Да, да. Вот, значит, ты когда говорил о своей любимой теме, о размышлениях, ты не помнил, как только проголодался, как только вспомнил о том, что магазин закрывается, тело тебе напомнило. Да, да, да. Доминанта переключил. Володя, я тебе очень благодарен. Давай в следующий раз еще встретимся. Давай, взаимно, взаимно. Спасибо тебе, спасибо тебе очень большое. Я вижу, что ты молодеешь с каждым разом. Наши встречи будут способствовать омоложению. Да, да, да. Потому что мы говорим о тех вещах, которые нас действительно волнуют. Давай. Да. Обнимаю тебя. Да. До встречи. Спасибо тебе. Это взаимно все. Сейчас я посмотрю, где здесь кнопочка нажимается. Вот. Спасибо.